Сказать, что в Казахстане есть какое-то специальное и отдельное отношение к армянам, я не могу. Армянская община там не очень большая и не сильно видимая. Сказать, что есть какое-то особое отношение к кавказцам, можно. И армяне включаются в эту группу, как ни странно для нас отсюда, когда мы смотрим и с азербайджанцами, и даже с турками вместе. Вот массовое казахское создание, оно не очень четко делит вот эти вот люди, не говоря уже о чеченцах, о кабардинцах, о дагестанцах и так далее, и так далее. Столкновение это, которое было, оно не носило никакой этнической подоплеки. Это драка в новогоднюю ночь, в которой присутствовали люди согласно казахскому раскладу национальностей разных национальностей. В том числе и армяне. После этого началась реакция. Нормальная, естественная, очень забавная, на мой взгляд, азербайджанская реакция. Азербайджанцы всегда пытаются на любые ситуации, в любой точке мира, связанной с армянами, работать примерно в одном и том же ключе. Понятно. Довольно естественно. Что касается армянской реакции, мне кажется, вот элементарной работы по журналистских расследованиям, потому что такое Казахстан, как там это происходит, что, собственно говоря, произошло и какие-нибудь следствия, проведено не было. Государство казахское работало, ну, такие слова неправильно надо говорить, но я скажу, ну, почти идеально. Были произнесены соответствующие слова, были сказаны в том числе высшими государственными и партийными лицами соответствующие формулировки, были арестованы люди, сообщено, что начато расследование. Как это расследование будет идти, я не знаю еще. Но на сегодняшний день, в общем, казахское государство отреагировало, я бы сказал, достойным образом. Ссылки, которые в армянской прессе были, поразило это меня совершенно. Они в основном были из, как там писалось, из телевизионного канала БАСЭ. БАСЭ не является телевизионным каналом и не является казахским средством массовой информации. БАСЭ – это продукт деятельности супругов Садыковых. Эти супруги Садыковы, оба они были, муж и жена, они были под уголовным преследованием. Муж отсидел в Казахстане. Он уверяет, что по политическим мотивам, возможно, не знаю. Формально за хулиганство жена была тоже под уголовным преследованием. Они бежали из Казахстана, живут они в Украине, создали вот этот YouTube-канал, который просто следует пролистать и увидеть, насколько радикально анти-назарбаевским, анти-государственным он является и насколько он переполнен довольно радикальной, я даже не знаю, критикой это назвать сложно, в том числе фейками. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова